21% Центральный банк вновь поднял ключевую ставку и сразу на 2% пункта, то есть довольно решительно, даже по собственным меркам. Сохранять ставку на прежнем уровне ЦБ даже не рассматривал. Что интересно, теперь этот показатель даже выше, чем в начале войны, да и в целом это исторический рекорд. И впереди ничего хорошего. На следующий год регулятор пересмотрел свой прогноз по ставкам с 14-16% до 17-20%. То есть дорогие кредиты с нами надолго, даже несмотря на то, что инфляцию это никак не останавливает. Эльвира Набиулина в этом отчасти признается, ну и так завуалированно жалуется. Траты из бюджета только увеличиваются, а это траты на войну. Да и в России есть компании, также оборонные отрасли, которые пользуются льготными кредитами, в отличие от остальных. Значительного замедления общей кредитной активности пока не наблюдается. Высокий рост обусловлен прежде всего корпоративным сегментом. Эта часть рынка менее чувствительна к повышению ключевой ставки, поскольку значительная доля выдач приходится на льготные программы, проектное финансирование, а также на уже начатые инвестпроекты и проекты с господдержкой. Спросили Набиулину, а может ли ЦБ хоть как-то влиять на решения правительства и администрации? Ну, чтобы хоть как-то те пожалели простых граждан и не тратили так много денег на войну. И вот ответ. Я просто знаю про работе прежней в правительстве и сейчас, что многие решения по дополнительным расходам бюджета, они дорабатываются в последний момент. Уточняется обоснованность расходов и так далее. Поэтому финальные цифры мы также узнаем, когда они финализируются внутри правительства. Ну, то есть Центральный банк ставят перед фактом и в целом не учитывают повальную инфляцию. Так ли это? Обсудим движение российской экономики. К нам присоединяется профессор Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот уже на заседание Центрального банка приходить из политического отдела газеты «Коммерсант» люди и спрашивать не про ставку, потому что там так или иначе все предсказуемо, а начали спрашивать, как вы вообще общаетесь с правительством? Почему же вы вот только сейчас пересматриваете прогнозы? Почему там вас не ставят в сведения, что будут увеличивать бюджетные траты и так далее и тому подобное? Действительно ли вам, как кажется, Центральный банк здесь совсем без опций каких-либо? Ну, скорее всего, он, конечно, все знает заранее, но опций у него действительно нет. Он, в общем, здесь находится в такой забавной ситуации, когда он пытается компенсировать то, что делает правительство, но при этом усугубляет беду, которую создает правительство. Ну, смотрите, что сейчас происходит? Они повышают ключевую ставку, значит, соответственно, повышается рыночная стоимость кредита, и, значит, получается, что Минфин должен больше денег дать банкам для покрытия разницы между льготной ставкой по ипотеке, которая была когда-то выдана, и нынешней. Получается, что нужно бросить еще больше денег. Минфин уже для этого, как бы, начинает корректировать бюджет даже в этом году, полтора триллиона. И получается, что ЦБ, повышая ставку, одновременно заставляет Минфин вбрасывать больше денег в экономику, что повышает инфляцию, с которой борется как раз Центробанк. Очень такая замкнутая система, но она именно такая сложилась. Сумасшедшая экономика, разрушаемая военными. И в этой системе, как бы, каждый играет свою роль. Минфин старается финансировать армию бесперебойно, а ЦБ пытается делать вид, что он борется с инфляцией, которую создает другой государственный орган Минфин. Ну, это безнадежная борьба. Вот хотелось бы здесь понять, что больше влияет на инфляцию. Эльвира Набиулина перечисляет все подряд. ЖКХ тарифы растут, утильсбор, перевозки РЖД. Это сильнее влияет, чем военные действия? Или здесь довольно сложно сравнить? Ну, сложно сравнить. Они, потому что влияют на разные части хозяйства. Надо понимать, что, скажем, когда у вас Минфин дает деньги, то это быстро превращается в доходы, которые приходят на потребительский сектор. И все об этом говорят. Но одновременно это же приводит к тому, что люди пытаются в военном комплексе купить больше комплектующих, готовы платить большие цены за производственные ресурсы. Это тогда порождает инфляцию уже в производственном секторе. Потому что, чтобы распределить ограниченные ресурсы производственные, приходится, опять-таки, повышать цену, как инструмент балансировки. И пока в России существует рыночное самообразование, это так и будет происходить. Вопрос только в том, что вот Россия загнала себя в такую беду, но когда она будет вынуждена вводить, как бы такое, регулировать самообразование, что окончательно бьет рынок. И это не моя какая-то такая безумная гипотеза. Обратите внимание, что тут у нас недавно выступил глава крупнейшего банка ВТБ и сказал, что ЦБ не может справиться с инфляцией. У него нет инструментов, которые могли бы решить эту проблему. И нужно создать, ну как бы он сказал, такой комитет по борьбе с ростом цен. Ей-богу, примерно так. То есть туда соберутся люди из разных ведомств и будут решать, как им бороться с ростом цен, где допускать рост бюджетных расходов, где не сокращать. Совершенно безумная концепция, из-за которой ничего хорошего не произойдет. Но это отражение вот той растерянности внутри властной вертикали. Они вынуждены финансировать войну в огромных размерах, потому что иначе как бы они не могут воевать. Но с другой стороны, это финансирование порождает инфляцию, которая разрушает все остальные части экономики. Вот это история, в которой мы сейчас в России живем. Да, и забавное было заявление на этой неделе Сергея Чемизова, главы Ростеха. Он жалуется на дорогие кредиты и говорит, что компании из вот как раз холдинга Ростех, которые вроде бы как как раз и обслуживают военную промышленность, они могут обанкротиться. Дескать, кредиты дорогие лукавят здесь Сергея Чемизова, потому что вроде как для таких компаний должны быть какие-то льготные программы. Не-не, смотрите, Богдан, тут же ситуация очень понятная. Значит, смотрите, Чемизов это Ростех, это государственный оборонный заказ, ГОСС. Значит, то, что производит Чемизов и подчиненные ему предприятия, покупается Министерством обороны, и это покупается по государственным ценам. Не по рыночным, а по государственным, которые утверждаются Министерством обороны по согласованию с Минфином. И это не рыночное сообразование. И эти цены куда более жесткие, куда менее подвижные. Поэтому получается так, что Ростех и военные предприятия сверху зажаты государственными ценами, а снизу вынуждены покупать ресурсы, включая рабочие силы, по рыночным ценам, которые растут силы инфляции. И поэтому у них происходит схлопывание прибыли. Отсюда ситуация, что либо надо тогда и ресурсы, которые идут к ним, формировать цены в государственном порядке. Но как мы работали в Советском Союзе? Мы делали одновременно реформу цен. Мы на математических моделях просчитывали все затраты, все выгоды, все цены всех отраслей в одной таблице международного баланса сводили, чтобы концы с концами сходились. А сейчас ситуация такова, что военная продукция – это государственные цены, а все, что они покупают – рыночные цены. Рыночные растут, государственные так расти не могут, потому что Минфин это не дает, и закупщики Министерства обороны не утверждают высокие цены. Возникает ситуация, о которой Чемизов говорит, что он, с одной стороны, получатель огромных бюджетных средств на гособоронзаказ, а с другой стороны, когда он этот оборонзаказ превращает в продукцию, то у него затраты растут больше, чем выручка за этот гособоронзаказ. И прибыль исчезает. Ну, тогда напрашивается вопрос, действительно ли будут банкротиться компании. Я вот тут напомню, что многие на этой неделе обсуждают ипотеку и заоблачные ставки по ипотеке, а, в общем-то, стройка, если она остановится, мы понимаем, что это огромный комплекс вообще в экономике, который обслуживает эту стройку. Это не просто дома строят, да, там материалы и расходники и прочее, прочее. И если, ну, такие высокие ставки будут и стройка остановится, то, наверное, действительно можно ожидать какой-то повальный крах бизнеса. Ну, тут большие беды потенциально. Прежде всего, это угроза банковского кризиса. Но смотрите, Богдан, значит, сейчас опубликована статистика, что при нынешних темпах продажи жилья, тот запас жилья, который уже построен, будут продавать 6 миллионов. 6 лет. 6. Это значит, что 6 лет девелоперы не смогут вернуть по уже построенным объектам кредиты, на которые эти объекты были построены. Они же все построены за счет кредитов банков. Банки дали в расчете на то, что рынок хороший, все улетает, как пирожки, все будет слабо. Теперь все застыло, льготную ипотеку отменили, теперь 6 лет жди. Значит, сумеет банк прожить 6 лет с невозвратом по ипотеке? Не знаю. Сумеет у нас 6 лет прожить с невозвратом по возведенным, но не проданным домам? Не знаю. Значит, тогда начинается угроза уже банковского краха, банковского банкротства. Значит, так же, как по предприятиям. То есть, в России сейчас возникает такая ситуация, когда начинается, ну как вам сказать, уничтожение прибыли в экономике. Это такая особая тема, о которой мало кто говорит. Все рассказывают, сколько произвели, как произвели, но забывают, что вообще экономика должна получать добавленную стоимость и прибыль, иначе она не сможет жить и развиваться. Вот в России сейчас убивается прибыль целыми отраслями, отрасли становятся убыточными, целые регионы становятся убыточными, потому что нет прибыли. И это приведет к ситуации, которая как раз напоминает Советский Союз последних лет Горбачева, когда он оказался без прибыли, он оказался убыточной страной в целом. Я понимаю, что это звучит невероятно, но поверьте, что я это просчитывал как раз на межторасливом балансе, и мы это как раз и получили. Если бы применить в Советском Союзе нормальную систему ценообразования, по рыночным ценам мировым и считать, то вся советская экономика была глубоко убыточной. Масса предприятий были убыточной, значит, дотации, чтобы не допустить банкротства, что придется делать? Придется печатать деньги дополнительные, выдавать всякого рода кредиты, стабилизационные банки, значит, наращивать выдачу денег, значит, государству. Это будет что означать? Это будет означать, что от банкротства мы будем лечить с помощью инфляции. Мы будем выбрасывать дополнительное огромное количество денег в банки, чтобы банки не рухнули, люди не испугались, но это будет порождать огромное количество денег в обращении, а это будет порождать инфляцию. Понятно, и, собственно, это нам создаст какой-то второй рынок, появятся опять условные единицы, возможно, если рыночная экономика будет, и в конечном итоге так или иначе отразится на ассортименте. Да, будут опять бартерные сделки, ну, потому что при высокой инфляции ты должен входить в бартер, потому что ты не можешь предсказать цену, которая у тебя будет при высокой инфляции, значит, ты начинаешь фиксировать натуральные пропорции обмена, чтобы уйти от инфляции. Это было в 90-е годы, и это опять вернется, не только во внешней торговле, а внутри России.